Привет! Ищешь смартфон с хорошей камерой и чтобы стоил недорого, в этом тебе поможет мой топ. В нем 5 отличных моделей не дороже 20 тысяч. Поскольку сегодня меня и тебя интересуют те гаджеты, которые лучше других снимают фото и видео, то именно Samsung Galaxy A25 занимает первое место, как универсальное решение в этом ценовом сегменте. На задней стенке ты обнаружишь три зрачка камер, основной 50-мегапиксельный объектив с диафрагмой f-1.8, фазовой автофокусировкой PDAF и оптической стабилизацией OAS, широкоугольный 8 мегапикселей на 120 градусов обзора f-2.2 и макро на 2 мегапикселя. Главная звезда в этой троице, конечно, главная камера. В 2024 году бюджетные гаджеты уже научились делать отличные снимки при дневном свете и достаточном искусственном освещении. Galaxy A25 отлично справляется. Деталей достаточно, отличная контрастность, шумодав работает, широкий динамический диапазон, а цвета после самсунговской обработки яркие, но все еще естественные и приятные. В ночное время ты получишь кадры достойного качества, детализированные с малым количеством шума. Присутствуют два режима, стандартный, в котором присутствует дополнительная обработка и специальный ручной. В первом случае ты получишь мягкие изображения, во втором более резкие, с меньшей зернистостью, но длительной экспозицией. Кадры на ширик получаются получше, чем у более дешевых девайсов, а по качеству он пытается подражать основному объективу. Здесь получаются приятные фото, но присмотревшись ты увидишь о грехе в деталях, которые не редкость в этом бюджете. Макрокамера обладает фиксированным фокусом, снимает приемлемо, а если немного приноровиться, то крупные планы будут достойными. Ну и куда же без селфи, здесь 13-мегапиксельный сенсор f-2.2. Для такого доступного смартфона кадры при хорошем свете не разочаруют, а качество будет ближе к более дорогим вариантам. Основной блок камер снимает в разрешении до 4К и 30 кадров в секунду, а передняя 1080p 30. При работе главного объектива будет действовать электронная стабилизация. По остальным характеристикам, A25 получился сбалансированным, но не самым лучшим в своей лиге. Exynos 1280 средний по производительности, но в полной мере достаточный для повседневного использования. Батарея 5000 мАч, но быстрая зарядка только 25 Вт. Объем памяти 8 ГБ плюс 256, плюс microSD. Самое главное, что он лучше всех снимает, а по цене начинается от 19 тысяч. Под видео ты найдешь ссылки на все смартфоны этого топа с отличными предложениями от проверенных магазинов. Переходи, чтобы ознакомиться с полными характеристиками и прочитать отзывы покупателей. Не забудь о промокоде для более выгодных покупок. Вторая строчка сегодня остается за Xiaomi Poco X6. Для начала расскажу тебе о его начинке, которая и правда отличная, для своей цены около 20 тысяч. Из коробки 8 ГБ оперативки и 256 внутренней памяти. Что для моего рейтинга стандарт, но вот расширить не выйдет. Батарея всего на 5100 мАч, но все же больше, чем у соперников, и достойная быстрая зарядка на 67 Вт. Ну и самое главное, это железное сердце Snapdragon 7S Gen 2. Производительнее на 20-30% чем у лидера. Кроме того, в сравнении с первым местом тут присутствует защита IP54 и Gorilla Glass Victus. Ты спросишь, так почему же он находится позади при гораздо более лучших характеристиках? Не буду тянуть резину, главным недостатком Poco X6 против лидера будет съемка в ночное время. Она не ужасная, просто хуже, чем у Samsung. Качество приемлемое, но детализация ниже и присутствует видимый шум. Речь сейчас идет об основном 64-мегапиксельном объективе, но и на другие не будет лучше. При дневном свете к смартфону претензий нет. Ты можешь снимать с разрешением 16 мегапикселей по схеме Quad Buyer, когда 4 субпикселя объединяются в один или в полном на 64. Я бы рекомендовал остановиться на первом, получается лучшая картинка. Широкоугольная камера на 8 мегапикселей снимает на неплохом уровне, и в сравнении с Galaxy я бы предпочел Poco. Ну а на макрокамеру фотографии будет сложно отличить. Фронтальный сенсор хоть и имеет чуть больше разрешения 16 мегапикселей против 13, но любителям селфи я бы посоветовал не рассматривать эту модель. При хороших цветах и диапазоне деталей маловато и достаточно размыто. Снимать можно в тех же 4К и 30 фпс на основную с электронным стабом и 1080p30 спереди. Если тебя интересует мощное железо и отличная камера для дневных кадров, а селфи не нужны, то этот девайс от Xiaomi – твой вариант. Хочешь быть в курсе новинок в мире гаджетов? Тогда нам с тобой по пути. Подпишись на канал и поставь лайк. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Переходим к третьей позиции. Здесь сегодня TecnoCam N30 версия с поддержкой 5G и набором памяти 8 плюс 256 гигабайт. Смартфон предлагает 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и PDAF, которая дополнена датчиком глубины на 2 мегапикселя и маленьким датчиком освещенности, который даже не указан в характеристиках. В плане фотографии Cam N30 может побороться с обоими лидерами. При дневном свете найти изъяны у главного объектива очень сложно, но что мне действительно понравилось, так это максимально реалистичные цвета. Там, где первые два добавляют немного искусственной насыщенности и контраста, здесь на картинку будет переданы реальные краски окружения. С ночными фото себя хорошо показывает Super Night режим. Видео можно снимать в 4К30, но отсутствует электронная стабилизация, здесь нет дополнительных камер. Мне с одной стороны это нравится, но с другой хочется больше функционала. Зато присутствует датчик глубины, который помогает снимать добротные портреты и отлично находит края. Отдельного упоминания достойна фронталка. Большущий 50-мегапиксельный сенсор делает четкие селфи, в чем ему помогает автофокус. А при недостаточном освещении в дело пойдет двойная вспышка. По остальным параметрам это хороший середняк, не уступающий лидеру, процессор Dimensity 7020, 120-герцовый AMOLED дисплей, 5000 мАч, но зато быстрая 70-ваттная зарядка. Мне было сложно выбрать между вторым и третьим местом, я пользуюсь в повседневном режиме только основной камерой или шириком, плюс мне важна мощная начинка. Поэтому впереди оказался Xiaomi. Но если тебе нужны отличные селфи и только главный объектив, а железо вопрос второстепенный, то Camon 30 за примерно 19 тысяч – твой выбор. На четвертое место попадает Xiaomi Redmi Note 13 Pro версия 4G. Основным параметром выбора в этом ценовом диапазоне стала поддержка OIS. Этот смартфон владеет оптической стабилизацией при фотосъемке. Основная камера на сумасшедшие 200 мегапикселей позволяет делать четкие фото. Все благодаря группировке пикселей по 16, что в итоге выдает 12,5 мегапикселей. Большой сенсор также позволяет использовать цифровой зум, с которым увеличенные кадры теряют меньше деталей, чем конкуренты. Фотографии в обоих случаях получаются приятными и качество хорошее, но при детальном рассмотрении становится заметна небольшая замыленность. Если сравнивать с обратом POCO, то я бы отметил, что Redmi Note 13 Pro проигрывает в общем качестве дневных снимков, но лучше справляется с ночными фото. А остальные объективы, ширик на 8 мегапикселей, 2 мегапикселя макро и 16 мегапикселей селфи, точь-в-точь такие же, как у второго места. Компромиссной частью смартфона является железо, за 20 тысяч рублей тут всего лишь Helio G99. Пусть и с приставкой Ultra от заводского разгона, но он проигрывает первой тройке от 10 до 40% в зависимости от сценария применения. Самое неприятное, что слабый процессор ограничивает огромную камеру на 200 мегапикселей съемкой только в разрешении 1080p, да и еще без программной стабилизации. Принимая во внимание плюсы и минусы, это хороший и крепкий середняк, ну а фишка с качественным зумом может оказаться по душе. Замыкающим рейтинг будет Realme 12 версия 4G. Главным его преимуществом на фоне соперников будет цена, которая начинается от 17 тысяч. Основная 50-мегапиксельная камера с PDAF и OIS делает качественные снимки, по качеству сравнимые с Tecno на втором месте. Но вот те естественные цвета, которые мне понравились, тут могут получаться немного холоднее. Детали, динамический диапазон, фокусировка, все это в порядке. Здесь также присутствует 2-мегапиксельный датчик глубины, который тоже его роднит с Camon 30. Все это касается дневной съемки, но ночью качество проседает. Что касается селфи на 16-мегапиксельную фронталку, то я бы назвал их обычными без изюминки, но весьма приемлемого качества. Для уменьшения цены, конечно, пришлось что-то урезать, в целом по характеристикам это хороший смартфон, но процессор как раз стал той самой жертвой. Для повседневного использования Snapdragon 685 подходит, хоть и слегка неторопливый. Если же тебе нужно нечто большее, то я уже привел тебе примеры более производительных гаджетов. На сегодня у меня все, напоминаю, что в описании тебя ждут ссылки на все смартфоны и промокод для выгоды. В комментариях напиши какая модель понравилась больше, ставь лайк, подписывайся, чтобы не пропустить новый выпуск. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok